Жизнь в этом Виа походила на игру в быстрые шахматы. Как и на черно-белом поле, в коллективе часто случались свои рокировки и вынужденные гамбиты. Конечно, каждому из веселых ребят хотелось ходить ферзем, но коллективу всегда нужны свои рабочие лошадки, лади и пешки. И только этой, теперь уже очень весомой фигуре, в начале 70-х удалось лихо пройти через все поле и стать настоящей, неповторимой королевой. Анатолий Алешин пришел в веселые ребята задолго до того, как в ансамбле появится Пугачева. Уже в те годы он пел многие хиты, которые чуть позже прославят совсем других артистов. Ни минуты покоя, ни секунды покоя, не могу без тебя, не могу без тебя, что же это такое? Совсем недавно на антресолях Алешин откопал настоящий раритет – культурное достояние республики. Одна из первых программок веселых ребят в составе с новой солисткой. Среди мальчишек такой поднялся бум, когда узнали, что Пугачева приходит. Мы ее ужасно любили, мы ее видели на концертах, нам очень нравилась ее манера пения. Несмотря на прекрасное к ней личное отношение, в нашем мужском коллективе не должно быть баб. Пугачеву веселые ребята привел руководитель коллектива Павел Слободкин. Он очень хорошо знал молодую певицу еще со студенческих лет. Между ними существовали романтические отношения в тот период, когда они еще были совсем подростками, которые едва не закончились женитьбой. И в день, когда должна была состояться свадьба, Алла не явилась в ЗАГС. В 75-м Слободкин отправит Пугачеву на тот самый фестиваль, после которого она вернется уже звездой всесоюзного масштаба. Песня, которая остается в памяти о людей, становится как бы вехой творчества, которую потом не раз вспомнят. После этого триумфа Пугачева требовала серьезных перемен в ансамбле. Программа была максимум такая, чтобы сделать веселые ребята компонирующими составом Алла Пугачева. Но после ссоры со Слободкиным Примадонна сама покинет коллектив. По той же причине из веселых ребят уйдет сначала Глызин, а потом Буйнов. Саша Буйнов, когда он крутил носками, сначала Сюнов, потом вот здесь под мысками, вот, и Глызин. Надо уже выходить, надо делать новую группу. Я в это время натягивал струну, там что-то такое, устраивал гитару, и говорю, да, уже пора. Но конвейер по созданию шлягеров работал исправно. В веселых ребятах должны были появляться новые звезды. Режи, 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 а ну-ка, а ну-ка, расскажи. В начале 90-х зрители обожали Александра Добрынина едва ли не больше, чем Юру Шатунова. А его «Розовые розы» в одночасье затмили шедевр про белые розы. Розовые розы, в сверху церковь голубой. На пике популярности Добрынина пытались переманить в другие коллективы. Иосиф Пригожин, на этой фотографии его совсем не узнать, даже предлагал ему петь в группе «Динамик» вместо Кузьмина. Добрынин мечтал о сольной карьере. Но даже спустя 20 лет уже повзрослевшие зрители ждут от него все ту же Светку Соколову. Я уже в историю вошел. Я говорю, мы все сдохнем, а Светка Соколову будет жить. Вот та самая Светка Соколова. Лада Фетисова сегодня вспомнит, как снимали клип на эту песню в первом московском кооперативном ресторане. Молодой манекенщице тогда так сложно давались эти чувственные сцены. А еще нас так поставили. Мне все правда режиссер говорит, нежнее взгляд, нежнее. Я говорю, ну вы же не знаете, как мы расстались там много лет тому назад и встретились в 30 когда нам. Пока Лада еще и не догадывается, какая встреча ждет ее сегодня. В темных очках и с букетом розовых роз Александр Добрынин уже спешит к ней. Ой, не подожди. А как так подожди? Худой, стройный, не знаю, слушай. А что это ты вообще еще худее, чем я? А розовые розы? С тех съемок прошло ровно 20 лет, но им кажется, будто все было еще вчера. Помнишь день рождения? В пятом классе. В пятом классе. И тебе 12 лет. Вот тогда на запись всем. 12 всем, ребят. Я принес тут розовые буки. И спустя много лет формула успеха этого народного хита для них совсем очевидна. Все было честно. Честно. Там это сейчас вот делают, лепят, мажут, ничего подобного. А тогда был классный драйв, хорошее настроение, молодые. Она идет. Перед нами весь мир открытый. Я смотрю. Вау. Утренняя почта. И мы стали знаменитыми на весь Советский Союз. В память нашей школьной, в память наших школьных дней. Это репетиционная база, куда сегодня приедут многие из веселых ребят, так напомнит им ту самую, в которой 45 лет назад зарождалась история легендарного ВИА. Ради такой встречи участников ансамбля, они отменят свои репетиции, важные встречи и даже перенесут гастроли. Здесь делается музыка. Вот, коллектив репетирует. А я как всегда опаздываю. Артисты нескольких поколений веселых ребят. Похоже, они впервые собрались в таком составе. Просто хочется плакать. Конечно, кто-то доехать не успел. Нужен Саша Буйнов в платье, так не прокатит. Кто-то передает привет с другого континента. Жизнь, наверное, все-таки прекрасна и удивительна. Скоро встретимся. И кажется, от этой встречи им так тепло и немножко грустно. Годы уже не вернешь. Но остались песни. И стоит только зазвучать первым аккордом былых хитов. И вот они уже готовы отрываться, как когда-то в молодости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова